Сегодня в студии у нас все совсем по-другому, потому что гостей у нас аж 43 человека. Представляете, студенты пришли, кстати, не с пустыми руками, а со своим реквизитом и мебелью, вроде даже фехтовать обещались и петь тоже. Курс этот, кстати, носит неформальное название «Певчие дрозды» и, говорят, полностью оправдывает это определение. Обратите внимание на лица ребят, какой национальный колорит. Здесь представлены дрозды со всего бывшего Советского Союза, слетелись с дальних разных мест, но живут, говорят, дружно. А вот и наставники, народный артист России Иван Агапов и Борис Хвостов. И руководители курса, кстати, приехали. Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе с сыном Елисеем. Он, как говорят, был на всех спектаклях своих родителей. Интересно, сможет ли высидеть всю нашу программу. Ну что ж, давайте начинать. Сейчас берем вот так вот и ухаем. Давайте, ручки. Господи, помоги, мам. Мы же ничего плохого сейчас не делаем, да? И раз, два, три. Вот. Это традиция такая, да? Да, да, да. Перед спектаклем? Да, да. Удивительная, надо сказать, господа зрители, картина передо мной. У нас в студии никогда не было так много студентов, молодых актеров и актрис. И все это ученики вот этой удивительной своим трепетным отношением друг к другу и талантом, конечно, блестящей актерской пары. Представьте себе почти 90 ролей в кино, если я не ошибаюсь, и свыше 30 в театре, на двоих. Дома, в семье, и в ленкоме, и в современнике. Они запросто Оля и Дима. А в Институте современного искусства уже 4 года десятки голосов с трепетом, с придыханием произносят Дмитрий Анатольевич, Ольга, Борисовна. А курс как вас называется? Певчие разы. А кто еще работает с вами? Иван Анатольевич. Анатольевич. Иван. Это педагоги вот этих замечательных... Ребят, здесь сегодня все собрались? 38 человек? Нет, нас только двоих нет. А вы их всех помните по именам? Не, вы их слабо проверили? Пожалуйста. Они рядом с нами. Константин Мамин. Константин Мамин. Я из Симферополя, республика Крым. Я бы даже сказал Константин Сергеевич. Я приехал за тем, чтобы стать народным артистом. Так, пожалуйста. Это кто? Спичкин Константин. Константин Спичкин. Находка. Да, я из Находки. На это и взяли. А, вы как и Ольга. Да. Из того же города? Да. Может, поэтому по блату и поступил? Абсолютно. Конечно. Земеля. Я думаю, да. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Так, дальше, пожалуйста. Здравствуйте. Извините. Алена Деркач. Через Ка. Да. Здравствуйте. Я приехала из города Екатеринбурга. Кстати, там училась Ольга Борисовна. Да. Наша. Это правда. Вы знаете, очень часто спрашивают, мне кажется, нас всех, ребят, почему мы решили поступать. Потому что мечта. Потому что в третьем классе я решила, что поеду в Москву и стану народной артисткой России. Это еще один. Может, вы знаете, пара получится у нас народных артистов? Двое детей. Так, пожалуйста. Кто это у нас? Стас Проценко. Да, здравствуйте. Меня зовут Станислав Проценко. Я из города Бадайбо. Бадайбо. Высоцкий писал про наш город песню. Шахтерский тоже город, по-моему, да? Нет, там добавят золото. Золото? Да. Шахтеры. Из золотых людей. Да, да, да. Ну, приехал в Москву поступать ради того, чтобы быть свободным, раскрепоститься. Понятно. Так, давайте мы больше не испытываем ваших мастеров, потому что понятно, что они в принципе ориентируются среди вас. Четвертому курсу. А вот дайте Елисею, пожалуйста, микрофон. Елисея, ты откуда? Елисея, ты откуда? Я из Москвы. Из Москвы? Да. А почему ты здесь сидишь среди них? Ты уже поступил на курс? Почти. Я должен объяснить, что это сын Ольги и Димы. И он будет сегодня с нами всю передачу, я надеюсь. Ладно? Да. Хорошо. Так, ну вот мы познакомились. Скажите, пожалуйста, певчие дрозды – это официальное название вашего курса? Ну, майки выпускают уже с таким логотипом. Значит, официальное. Может быть, мы сможем услышать, как вы поете, раз уж вы такие певчие. Попробуйте. Ой, да разродимая, моя, да старой, да сторонка, Ой, да не увижу, больше тебя я. Ой, да разродимая, моя старой, да сторонка. Ой, да не увижу, больше тебя я. Ой, да не увижу, больше тебя я. Ой, да не увижу, голос не услышу. Ой, да разродимая, моя, да не увижу, больше тебя я. Ой, да разродимая, моя, да не увижу, больше тебя я. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот эта песня из вашего спектакля «Курсового «Светлые души» по рассказам Шукшина». Василий Макарович, вот, кстати, своим актёром очень часто повторял «Угнетай себя до гения». Такая странная фраза, но если в неё вдуматься, очень глубокий смысл в неё вложит. Скажите, вот, если применить её к работе педагога, до чего надо угнетать вот этих вот ребят, чтобы из них прорезался артист, чтобы в них появился настоящий артист? Вопрос. Я первый? Угнетатель. Проблема в том, что, ну, насколько я понимаю, все артисты делятся на разные типы. И есть тип, склонный к форме, и ему, если не дать форму, он беспомощный. А кто-то, наоборот, работает от глубокого содержания, от погружения в материал, в тему. И вот, что касается обучения, мне кажется, самое главное понять, кто к чему более склонен. И насчёт угнетения не знаю, но вот во время первых экзерсисов с молодыми людьми, которые стали артистами, важно для педагогов, мне кажется, самое главное прощупать и почувствовать и природу, и их свойства, их таланты. А можно человека, извините, слово такое нехорошее, насиловать, чтобы он через свою лень, то есть освободить его от лени и заставить соответствовать своему дарованию? Вы же видите сразу, с кем вы имеете дело, или чувствуете? А он не хочет, ему вот... Есть такие типы, которые, ну, внутри, изнутри ленятся, и их нужно всё время тыркать, 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 раздёргивать, которые сами не способны к работе. Такие бывают типы, да. Я для того, чтобы... Можно немножечко о себе? Да. Я для того, чтобы чем-то овладеть, какими-то навыками, пошла поучиться у великих в магистратуру на режиссуру. И там я, конечно, очень много чего познала. И поняла, что есть разные, действительно, как Дмитрий Анатольевич говорит, формы общения. Кому-то действительно у нас были случаи, да, Юль Вальцефер, когда нужно было просто ремнями связать, мальчишки сняли свои ремни и связали ей руки. Для того, чтобы из неё... Это ей? Да. Да, это понятно, что это мероприятие. А почему они... Это как у Чуриковой отрубитель, да? Да, да, да. Но это, нет, это мы угнетаем, если брать угнетение, мы угнетаем тело. Мы его сковываем. И тогда оттуда из человека вылилась такая энергия, что она, по-моему, сама себе удивилась, да, Юленька? Поэтому есть и такие приёмы, но это каждому индивидуально нужно, кому-то это может сломать. Так, Борис, вот есть что добавить. Я-то думаю и считаю, что вообще нельзя заниматься ничем с другими людьми, если их заставлять что-то делать. Их надо так заинтересовать, чтобы им так было здорово, интересно, свободно, опознавательно, весело, горько, иногда до слёз. Но интересно, и тогда из этого произрастают те самые ростки, вот, ну, можно это назвать, внутреннего такого угнетения, когда человек начинает говорить, я сделаю из себя лучшего в этом деле. И они стараются. Вот правильный текст. Стать народным артистом – это вторая задача, она сама получает. А сделать себя кем-то, вот это очень важно. Скажите, вы вдвоём самые главные на курсе, а вот кто придумал-то стать федагогами? Из вас вы, он, да? У вас же, у вас же, она, у вас же, в общем, вы успешные, востребованные актёры, у вас, в общем-то, огромное количество ролей. Отдать столько времени ни театру, ни кино, ни семье, в конце концов, а вот потратить на этих довольно взрослых детей. Зачем вам это? Зачем тебе это? Ты зачем? Ты же аргументируешь. Ты меня полгода уговариваешь. Нет, три месяца. Это было три месяца. Мы серьёзные мастера, отвечайте серьёзно, пожалуйста. Отвечай серьёзно сейчас. Очевидно, настает момент в жизни, когда не то что что-то лишнее, но пора что-то отдавать. Приходит время. И, честно говоря, когда мы набрали курс, мы стали испытывать эмоции, которые, ну, я точно никогда в жизни не испытывал. И ту радость, которую я испытываю, видя, наблюдая за зрителями, приходящими на их спектакли, я в жизни никогда не испытывал. Это круче любого звания, любых наград, любых аплодисментов, которые достаётся тебе лично. Вот этой радости не было, и иногда я её получаю с огромным удовольствием. Я понимаю, что что-то мы в них вложили, чтобы сейчас получать такую радость. Настал момент делиться, вот и всё. Хорошо. Конкурс был большой к вам в поступлении? Наверное. Сколько человек на место? Человек пять-то точно было. Что должен был сделать абитуриент, чтобы вас заинтересовать? Вот для вас, Коль. Не знаю, я хочу сказать, что душа душу видит. И я ребятам говорю, выбирались самые, наверное... Нам, наверное, повезло, потому что в остальные вузы к серьёзным мастерам уже идёт подготовленный, и они готовятся, их берут, и специальные же люди, которые обучают так, чтобы мастер клюнул. А нам уже достались те, которые не готовились. Которые напоступались, да? Действительно, можно ведь обмануть. Реально подготовить так, что обмануть. Конечно, конечно. Обмануть так, и чистота будет, и прелесть. А за этим уже будет большой серьёзный багаж растраченности душевной. А здесь пришли детки, которые, казалось бы, вот они туда-туда потыркались, и вроде не формат, не стандарт. И мне это так нравится, потому что из них потом, из этих, выпачкавались такие, из гадких утят, такие красавцы и красавицы. Сейчас нам всем говорят, у вас самый красивый курс. А мы первое, если интересно, можем говорить, четвёртый курс. Когда мы набрали, я говорю, боже, кого мы набрали? У нас одни характерные герои, у нас сплошные характеры, пухлые, маленькие какие-то все. То есть вы всё равно обрешали внимание на реакцию актёрскую, да? На душевную. Я поэтому всегда говорю, ребята, надо беречь это, с чем вы пришли. Я вот чувствовала, когда вот это вот оттуда, это наш, это наш. Потому что на сцену сейчас зрителей не обмануть. Уже видно. Это ваш, это ваш. Да, да. Так и зрители это чувствуют. Они же приходят к нам на спектакли и уходят со слезами. А всё-таки талант актёрский. Такие светлые души. А талант актёрский всё-таки от Бога? Или можно его выработать тяжким трудом? У меня своя теория, что всё равно актёрский талант, это, конечно, по медицинским показаниям слегка аномалия. К сожалению, да. Всегда разговариваю с докторами. Говорю, вы знаете, мне сейчас температуру поднять, и пульс, это, ну, 3 секунды. Скажите, пробежать под потолку, я пробегу, заплакать, пожалуйста. У нас это нормально. Но это же не нормально для физиологии. То есть эти ребята, которые вот здесь сидят, они как бы чуть-чуть... Они отсорвались. Чуть-чуть. Я это не сказал. Нет, я не назвала, не сразу. Это тярдос я не называла. Они рядом с нормой, но не в норме. Конечно, конечно. А эта норма и отличает людей из... просто... с улицы, из публики, раньше говорили. И те, которые... вот те лапочки, которые в них зажигаются, когда они выходят на сцену, как говорится. Я бы добавил только еще вот к этому. Дело в том, что ведь по-разному все развиваются. Очень часто Богом данный талант, ему нужно время и определенное количество усилий, чтобы этот талант раскрылся. А кто-то, бац, на втором курсе уже расцвел и уже пышным цветом. И вот каждый по-разному, да. И последние будут первыми. Да. Это работает абсолютно на воспитании. А кто-то идет, 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 идет через 15 лет, какое-то чудо происходит, и человек становится... Это точно. Помнит кто-нибудь какую-нибудь яркую историю со вступительных экзаменов? Что-нибудь такое смешное? Да? Ну, я так же, как остальные ребята, поступал в другие вузы, но поступал я с моей мамочкой. Мамочка, привет. Мне было 17 лет, со мной поехала в Россию моя мама, и мы с ней поступали сначала в Москву, во все вузы, она на каждое поступление, на каждый этап ходила со мной. За руку? Да. То есть все разговаривали по компаниям, а я стоял с мамой. Вот. Пришли мы в институт сначала подать документы. Я был в таких босоножках, в шортиках. Ну, красивый такой мальчик, да? Да, красивый. В маечке, ну, такой чисто... Такой весь одетый такой, да? Да, 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 такой летний мальчик с мамой. Вот. И мы приходим к менеджеру и говорим, мы хотим подать документы. Нам говорят, сам мастер есть сегодня, то есть художественный руководитель может сразу вас увидеть. Я говорю, ну, я как-то не очень выгляжу, моя мама, все нормально, сейчас все будет. Можно я поговорю с Дмитрием Анатольевичем? Хорошо. Моя мама зашла в кабинет и говорит, сейчас зайдет мой сын, но он немножко не так выглядит. Вот. Вы не пугайтесь, он вам все расскажет. Я зашел не в десятки, не в пятерки, а один. Ну, испугался, конечно, поначалу. Но понимаю, сейчас либо я поступаю, либо иду в армию. И тут надо поступать. Читали что-то? Да, я читал. Помните стихотворение, которое читали? Стихотворение помню. Одни я в мире подсмотрел. Святые, искренние слезы. Вот этот текст и мальчик в шортиках, носочках. Это самое потрясающее. Я понимаю, почему вы его взяли. Кто еще хотел? Так, пожалуйста. Я поступала в пятерку вузов, не скрою, честно. И когда история доходила до прозы, и меня спрашивали, что у вас есть из прозы, я говорила, Борис Васильев, Азори здесь тихие. На что все педагоги, за исключением Дмитрия Анатольевича, говорили, ну, давайте вот без Камельковой, давайте. Поступала я так, на мне было черное платье и две косы. И только Дмитрий Анатольевич не сказал ничего и сказал, читайте. После этого я была принята, это была мужская проза, монолог Васькова в самом конце, когда он общается с немцами. А думали, что вы будете читать? Все думали, что я, да, буду читать Камелькову, и никто мне не давал прочитать, кроме Дмитрия Анатольевича. Нет, я вообще, на самом деле, я помню, Ольгу, мы не всегда попадали оба на прослушивание, и Ольга Борисовна как-то приходит, говорит, такая пришла. Я говорю, ну, какая пришла, она, бывшая синхронная плана, говорит, так, секундочку. А я-то знаю, я ходил в бассейн, они синхронистки, они такие, то есть она рукой топит меня одного. Я думаю, это интересно, я думаю, где эта синхронистка? И заходит такая. Я думаю, о-о-о, что только Борисовна ошиблась. И вдруг там такой нерв вылезает из человека, ну, конечно, надо брать. Вы их сколько набрали всего? 51 был человек на первом курсе. А вы почему их набирали такое количество? Как вы собирались с ними управляться? Дело в том, что проблема вот в чем. Мы же первый раз набирали, не знали. Мы сказали, что у вас там точно треть уйдет, поэтому берите, берите. А вот эти треть, которая ушла, она, вы выгнали или они сами уходили? И мы частично, кто-то сам ушел. Ну, были реально, когда мы сказали, извините. Тех, кого выгоняли? Очень. Кого выгоняли, мне не было жалко. Вам не жалко? А Ольге Борисовне всех жалко. Ну, я же девочка. Она просто добрая. Я обязана быть добрая. С другой стороны, мы выгоняли уже тех людей, их было бы жальче, если бы они остались. Да. Да. Если бы они остались, если бы они получили диплом, и их было бы в этом случае гораздо жальче, чем лучше сразу. Ну, последний вопрос, чтобы развить тему, закончить тему. А кто на себя брал вот этот окончательный, очень неприятный разговор? Я выполняю черную работу. Глаза прятали? Я? Да, вот так. Смотрели? Смотрели вот так? Нет. Глаза прямо? Нет, прямо. Я вообще люблю экзекуции. Они знают. Вы учились в ГИТИСе. А у кого вы учились в ГИТИСе? Судакова Ирина Ильинична и князь Валерия Николаевна, их единственный совместный курс. Так, А Оль, а вы учились в Щепке? Да. А вы? ГИТИС, Гончаров, Захаров. Скажите, а вот у этих мастеров вы что-то взяли, вот что-то такое, что вам пригодилось в работе с этим курсом? Лично мне все. Ну, я понимаю, Марк Анатольевич смотрит, я понимаю. Нет. Дело не в Марка Анатольевича и Андрея Александровича. Скажем так, я занимаюсь с ними так, как хотел бы, чтобы занимались со мной. И вот что говорили мне, то я вот чуть-чуть, скажем так, переосмыслив через свой опыт, но вот все, что говорили мне, вот все, слово в слово я пытаюсь, вот, чтобы не терялась связь поколений. А вы? Вы не так, да? Нет, у меня, в общем-то, аналогично. То есть у вас ничего не отложилось? Аналогично, и единственное, что вот я не испробовал из педагогической практики, у нас периодически кто-то из худруков делал так, вот так, все. И уходил? Вот, да, и уходили с занятий. Потом мы бежали за ними, догоняли, там, привозили. А, обижались вот так, да? А все, да. Ну, они девочки были, ну. Ну, конечно, да. А потом они еще между собой там сцеплялись иногда. Ирина Ильинична, Ирина Николаевна, причем одна. Он ходил так. Но только она, она была маленькая. Насколько я понимаю, что на первом курсе, как в обычном институте, у вас были этюды, да? Животные, цирк, да? И предметы. Да, конечно. Да? Давайте-ка мы посмотрим, как вы это делаете. Пожалуйста. Пожалуйста. Кегель-Ван, кстати, что ты готовишь. Ах, я уже не считаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему так рано? Дело в том, что Ольга Борисовна придумала спектакль, который потом в последствии назвался «Чехардаш», и он был сделан и собран именно на основе работ первого курса. Это этюд над наблюдением, в том числе их собственные пародии, их самостоятельные танцы. Ну хорошо, тогда у нас кто? Герман у нас. Вот Герман. Вот ваш челодан, так я понимаю, что с этого этюда начинается ваш спектакль, да? Да. Да, это он вырос из одного из заданий по сценическому движению. Задание называлось «Работа с предметом». Хорошо. Смотрим. Не поймите. Задание называлось «Работа с предметом». «Работа с предметом». Задание называлось «Работа с предметом». Задание называлось «Работа с предметом». Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дети видят нормальную человеческую семью перед глазами И нормальные человеческие отношения в семье между мужчиной и женщиной Как это называется? Скрытая реклама Нормальных человеческих отношений Замечательно Скажите, творческие споры между вами бывают? Бывают Чем они заканчиваются? Победой слабого женского начала То есть совершенно точно, что уступаете вы, да? Ну, я чаще бываю неправ, очевидно А, и все Я так думаю Это потрясающе Вы это так себе придумали по жизни, да? Это чтобы никаким образом не, как бы, не обижаться, да? Это из серии «Я подкаблучник» Это я уже, я усмеюсь всегда над выражением Вот мужчины, вот Они уже дошли до такой хитрости, что я подкаблучник Чтобы не отвечать, Лизна Чтобы ни за что не отвечать Наша съемочная группа бывала на репетиции вашего нового спектакля Давайте посмотрим, что и как там происходило Пожалуйста, мотор Давай, зацепимся, Дмитрий Анатольевич Кое-что знал лет 25 назад, все забыл Решительно ничего не помню Решительно ничего В голове пусто, на душе холодно Это ничего, тыкин, да? Гадка Может быть, я не человек вовсе? Может быть, это и хорошо Я ведь, господа, ничего не знаю Должен признаться, наш директор хороший человек Даже очень хороший Это все не то Господи Я это не ставила Никаких вот этих взаимоотношений в моем спектакле не может быть Каждый живет своей жизнью Все, я понял Значит, мне нужно отсюда валить от этого Конечно Ты, нет Если ты делаешь, то ты не стоишь и говоришь партнерам И они вообще не могут тебе отвечать И у тебя задача Эй, кто-нибудь вообще понимает, что происходит? Ты можешь взять вообще себе на вооружение Дмитрий Анатольевич Да То, что ты-то можешь с ними разговаривать Но они тебя не слышат Говорю, да? Давай, давай Ну, у него такие взгляды Конечно, не его дело, но все-таки Ну, пожаре, загрязнился, говорю, Витя И на что не подхож? Погорел! Подхожу домой Я не существую Интересно, почему это вороны не существует? Я не существую Все, жараба Я что, не существую вовсе? Я тоже писаю Книжечку, которую я вам хотел Я вообще не существую Ребята, ребята Все, разговаривают Ра-з-га-ва-ри-ва-ют А не орут вы пьесу ставили арбузова в милом старом доме а почему арбузова ведь многие считают они модным и несовременным этого драматурга ну во первых как показало время что драматурги бывает не только там модные не модные современные несовременные а бывают просто хорошие и не очень хорошие и арбузов мне кажется просто хороший драматург хороший и этого хорошая пьеса и мне показалось очень интересно и сделать вот современными молодыми людьми это спектакль некое посвящение с одной стороны нашим родителям а с другой стороны это все равно про себя что люди всегда люди вне зависимости там от строя от музыки от социальных условий и мне кажется им удалось нащупать именно вот эту вот человеческую нотку давайте посмотрим фрагмент спектакля милой старом доме я приехал человек которым я страшно заинтересованы как хорошо что ты наконец приехал ведь только ты сможешь меня понять здесь нужны иные слова иные оттенки только слышно на улице где-то одинокая бродит гармон только слышно на улице где-то одинокая бродит гармон а 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 И не может, не кажется, может, но я недалеко, я не знаю, что ж ты, вроде, всю ночь одиноко, что ж ты, девушка, спать в краёк, что ж ты, вроде, всю ночь одиноко, что ж ты, девушкам, спать не добьёк. Дмитрий Анатольевич, вы, как говорят, ну, я так думаю, один из самых универсальных актёров в России сейчас. Просто вы всё умеете делать на сцене, ну, почти. После Сергея Безотовича. Скажите, а что необходимо молодому актёру для того, чтобы стать востребованным? Что ему необходимо уметь на сцене делать? Да всё нужно уметь делать. Но, кстати, востребованность не зависит от этого. А чего зависит? Другое дело, нужно быть готовым к шансу, который тебе поставит. Тогда от чего зависит востребованность? А это, во-первых, это на всё воле Божье, это такая рулетка. Но вот взять судьбу Людмилы Марковны Горченко, какое время она была в бездействии после коронавали ночи? Там время было другое. Время было другое, но я уже толдычу, с первого курса толдычил об этом ребятам, что в этой профессии умение терпеть – это одно из самых главных качеств. Терпеть и оставаться в форме, ждать свой шанс и быть к нему готовым. Вот это, наверное, самое главное качество. Потому что можно всему научиться, а потом тебе не дали, где воплотиться, и пошли цинизм, алкоголь, уход из профессии и так далее и тому подобное. У вас, говорят, мушкетёрский такой курс, да? Вот, умеете фехтовать хорошо. А зачем фехтование сегодня, если так мало исторических драм? Зачем? Куда это применить? Мы шекспира будем ставить. Всё в наших силах, во-первых. А во-вторых, в этом есть... Это красиво. Человек, который берёт в руки даже учебное холодное оружие, он начинает отвечать на нечто более высокое, может быть, и глубокое, а не уже человек, который берёт пистолет в руку. А шпага – это оружие благородное. Потом здесь полное впечатление боя, и при этом абсолютно 100% контроля того, что происходит. Это очень интересная качество и талант. То есть это только координация, или это всё-таки душевная? Конечно. Работа над душевными качествами. Это всё вместе. Да? Конечно. Давайте посмотрим тогда номер ваш фехтовальный, в котором участвуют 4 человека. Пожалуйста. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Моисея! ДимаTorzok 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 Поймите, какая это жизнь. Они-то через это проходили. Они же не сразу стали мастерами, все остальное. Они получили по полной программе. Да и вы тоже, и вы тоже. От жизни. И тогда становишься человеком. Я хочу, чтобы Ольга произнесла вот эту замечательную сентенцию. Кого мы хотим сделать из них прежде всего? Хороших человеков. Хороших человеков? Да. Конечно. Они везде пригодятся. Не обязательно в этой профессии. Это не профессия, хороший человек для этой жизни. Это трудная профессия. Это ошибка. Это очень трудная профессия. Хороший человек не может заработать на семью. Хороший человек может... А, вот и все, да? Однажды когда-то... Вы нам подарили торт? Да. А вот сейчас мы всем курсом дарим вам торт с нашим прекрасным названием. Студия Певцов Театр. Ура! А его есть можно? Да, его можно есть. А теперь, поскольку мы передачу начали, песни, мы теперь и, пожалуй, и закончим. Давайте. Наши любимые. Слышишь, тревожные дуют бедра, нам расставаться достала пора. Кружится, 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 кружится старый бойцов, старый, забытый, старый, забытый бойцов. Ты, совершая положенный путь, в дальнем краю это все не забудь. Это, как разница, как разница, кружится, 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 кружится. Слышится, кружится, 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 кружится. Кружится, кружится. Старый бойцов. АПЛОДИСМЕНТЫ На прощание я хочу вам прочесть немножко из занимательной орнитологии. Дрозды. Очень общительные птицы. Они нередко дерутся между собой, но жить друг без друга не могут. Дрозды отлично летают, но при сильном испуге долго барахтаются на земле, прежде чем взлететь. Дрозды очень любят путешествовать, и прежде чем прилететь в Россию, могут облететь половину земного шара. Чего нам и желаем. И самое главное, дрозды очень умные птицы с необыкновенными способностями к пению. Мне кажется, что вот эти слова очень хорошо прилагаются вообще к вашему образу жизни, и к вашим отношениям могут стать девизом вашего будущего театра. Это вы в орнитологическом справничнике найдете. Борис, Иван, Дмитрий, Ольга. Большое спасибо, что были терпеливы, откровенны, веселы. Ну, были настоящими, нормальными людьми. Спасибо вам за ваш ближний круг. Они на самом деле замечательные. И вам спасибо за то, что вы любите и цените своих педагогов. Жизнь короткая, и в ней это очень важное качество. Теперь на прощание мы сделаем фотографию на память. Внимание! Три, четыре, и... Ура! Субтитры создавал DimaTorzok